И смотри, друзья, здесь такая интересная кафешка, автобус двухэтажный, облицованный. И прямо здесь рядышком барчик. Такое местечко интересное. Вообще интересно, в таком стиле все классно сделано. Двухэтажный автобусик. Вот я зашел внутрь. Такой мексиканский стиль. Кактусы растут. Здесь вот еще одна кафушка. Такая же, со старым автобусом. Никого, правда, нет. Вот они открываются. Еще вот другие кафе. Citroen. Вот традиционное меню здесь стоит. La Tradi. 10.50. Интересное место. Все такое стилюшное. Bonjour. Еще закрыто. Но интересно. И вот здесь тоже самое. Bonjour. Вот девчонки сидят. Курят. Вот тоже в таком стиле все, смотрите-ка. Кафе Sicle. Сайкл. А, вот велосипедный кафе. Типа называется. Еще такой тоже. В общем, такой стиль здесь прикольный. Это город Монтельеев. Я еще даже не ехал. И вот, друзья, на каких здесь прикольных тачках ездят. Я даже не знаю, что это машина. Типа этого мини-купера. Только на руковод старого, что ли. Даже, не знаю, такие колесики маленькие. Туда, я кажется, не залезу. Наверное, для девочки, для маленьких только сделано. В общем, здесь все в таком стиле. Какая-то мартини. Прикольный такой, обделанный, новый. Типа Volkswagen. Внутри стоит мотоцикл. Такой панорамой. В общем, стиляжный кафе. Халлис де Люс называется. Такой стиль тоже. Классный. Велосипеды. Вот мне понравилось. Тут велосипед такой. Отличный. С таким багажничком. Наверное, для собачки. Наверное, не для ребенка. Хотя, может быть, и ребенка можно. Прикольно. Здесь можно фотографироваться. Та бубинная какая-то 3 евро стоит 4 фотографии. Вот опять в автобусы пошли. Цитроены. Здесь какая-то распродажа. Шмуток. Прикольный городок такой интересный. Здесь все в бочках. Тоже лошадка. Вот. Какой красавчик. Мотоцикл. Пиццерия. Какой стиль-то все. Все выдержано в таком стиле. Интересном. Такое тусовочное место, друзья. Неожиданно. Здравствуйте. 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 Это красиво. Да? Вы любите? Да, я люблю. Великолепно в Монпелье. Великолепно в Монпелье. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Здравствуйте. Ты снимаешь? Да, да. Ютуб-чинел. Окей. Спасибо. Вифи можно увидеть? Вифи. Нет? Нет, нет. Вифи здесь. Вафа, я знаю. Нет. 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 Мне что понравилось. Такой автобус крутой стоит. Ситроян какой-то старый. Извините, какой-нибудь диск классный. Вообще. Такой каток мощный. Ух. Даже прям без гаек, конечно, стоит. Но все равно супер. И вот заехал велосипедный сервис такой. Прямо здесь находится тоже. Велосипеды ремонтируют. Ой. Хотел. У меня тут колесо немного спустило. Такой мне качок профессиональный. Далее уедет велосипедный. Конечно, интересно, все продумано. Все бесплатно. И вот, друзья, еду по велосипедной дорожке. Уже в город заезжаю. Конечно, так все здесь обустроено. Велосипедный город. Такие вот дома стоят прикольные. Красивые. Вообще, конечно, тут очень роскошно. Город Монтелье. Даже на въезде. Прямо тут бассейн вот делают внизу. Различненько. Не ожидал я. Вот смотрите, следующий дом такой интересный. Стеклянный. С такими отражениями прям. Вот за ним там внутри дом. Тоже своеобразный сейчас. Я тут еще один дом видел, когда на автодоме ехал. Снять не успел. Сейчас если будем мимо проезжать, покажу вам его. Вот, смотрите, следующий дом. Все в общем в разных стилях таких интересных. Франция творческая страна. Везде вот велосипедные парковки для великов. Вон там дом какой классный. Внутри. Тут сейчас температура была 7 градусов. Сейчас гляжу уже все. Кто-то даже в маечку ходит. Сразу прям повышается. После обеда. Я как-то во Франции давно еще был. Там видел город будущего. Здесь видно то же самое есть. Вот смотрите, тоже дома какие-то интересные. Вот он какой интересный. Какие-то посадки тут прям там. Какие-то кактусы растут прям между балконами. Интересно сделано. Следующий такой вот впечатляет. О, еду, конечно, балдею, друзья. Смотрите, какие-то вообще дома здесь прям. Обалденный вот такой вот центр. Я даже не знаю, как назвать его вообще. Много разных домов. Такие все разные. Детская площадка. Небольшое такое озеро. Как будто на курорте на ком-то хожусь. Хотя это город Монтпелье. И вроде море здесь не близко. Солнышко яркое. Все светится. Такие дома красивые прям. Как будто районы Майами проезжаю. Представляете, сейчас зашел в кафе. Кофе заказал. Оказывается, свою сумку там со всеми карточками, деньгами забыл в автодоме. Ладно, там приватная парковка. Надеюсь, все будет нормально. Вот такие моменты бывают. Поэтому сейчас еду в Монтпелье посмотреть. Еду без денег. В общем, с рюкзаком, с компьютером. Ой, без всего. Без документов вообще. Ладно, велосипедик хоть все помню, с телефоном. Вот такие нюансы бывают. Собираешься, что не забудешь. Вообще, друзья, попал в какую-то другую реальность. Город какой-то все. Пешеходные, велосипедные. Мостики для людей. Все так ходят, гуляют все с собачками. Обалдеть, какая-то другая цивилизация прям. Или может я отвык немного от такого. Супер здесь. И вот, друзья, я нашел этот домик. Смотрите, как прикольно сделано. Балконы на разных этажах. И по-разному. Сколько метров в ширину. Видно, наверное, по заказу спрашивают. Мне 3 метра вынести. Вынесены, имеется в виду. Тут 4 метра, 5 метров вынесены с балкона. Вообще интересно. Смотрите, как сделано так. У кого балкон побольше, у кого поменьше. Наверное, на заказ дом делали. Там можно заказать 5 метров в длину, 4 в ширину и так далее. Интересно, такой романтик. Смотрите, получается такой гриб прикольный. Прикольные такие пруды небольшие сделаны. Классно тут прям кататься, как в изумрудном городе. Между ними на велосипеде. Спокойно все гуляют. Вот, друзья, еду уже скоро в центр города. Такая интересная велосипедная дорожка. Прямо около реки идет. Тишина, спокойствие. Такой кофе от прогулки на велосипеде. Почти никого не ходит. И вот мы заходим в центр исторический. Монтелье. Я уже так изрядно подустал на велике ехать. Все подсказывают, куда нужно идти. Улочки все сужаются и сужаются. Все меньше и меньше. Монтелье. 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 И вот, друзья, мы уходим в центр Монт-Пелье, конечно, красотища, я не ожидал, оформлено все, отлично, дорогая, сегодня 8 января, рождественская обстановка, народ гуляет вовсю, надо велик поставить, как-то с великом некомфортно, вот они тут прикреплены прямо, вот, друзья, еле прицепил велик, теперь можно гулять, классно так, вот можно прям в центр приехать на своем мотоцикле, здесь спокойно встать и идти гулять, нравится вообще не мотик, вот на двух колесах, такой он устойчивый, отличный, и вот мы уже во Франции, в таком центральном городочке, такие ребята интересные сидят, музыканты, гитаристы, Ну, здесь сезон Монт-Пелье 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 И вот, друзья, зашел в русский магазин, интересно себя во Франции увидеть лимонады, пиво на русском, сгущенка, конфеты, все разные а что пользуется просто такое у русских гречка гречка пельмени плюс просто гречка пельмени и пряники а что еще общих а пиво у француз русская у француз тоже пользуюсь на французы пьют русскую водку вот куда же вас еще пока вот интересно что француз здесь еще подписают красный груз а у них вообще есть она в ассортименте красный крат не такой же а вы и оттуда а куда откуда вообще кру и крат сюда достается приводит игр откуда а хотя тоже русская да а белорусы русский магазин вообще народ заходит берет свои клиентуры постоянно все люди скучают по гречке по гречке только скучают да вообще много здесь мы билет русскоязычных живут это сколько примерно там тысяч да больше они все вновь и вновь и вновь и вновь что приезжают на русском даже популярный город вообще сюда сложно с реализацией захотел приехать жить по францию а это только так по-другому не принимают здесь да нет можно по работе контракт а если просто есть финансы приехать хотела приехать и жить здесь индивидуально всех рассмотрю допустить парламент российский есть петровская сина вся какая-то зеленая марка как и здесь водочка пять озер так что здесь можно чем позвивиться оказывается француз любит русскую водку огурчики околота ленка и вот друзья здесь такая русская стация от вывеска ассоциациям почему-то италия дю пасси не знаю что написано в общем я во франции монпелье здесь российская стация точнее стации русских смотрите к увидел такой телефон ноги 3010 я помню ходил не на лет двадцать назад здесь такие на хоритро продаются уже это монпелье друзья смотрите иду по каким-то улочкам офис как и красота я не видел такого балдеть такие магазинчики все в таком стиле как будто тут и зимы то нет тоже столики стоят как дома по кухне по брусчатски плитка хорошая такая да я по центру города старому иду красота здесь конечно друзья впечатлен вообще городом монпелье пока в таком шоке нахожусь от того как здесь все красиво я не ожидал даже я сегодня нагулялся по монпелье вот даже поспал после такого путешествия однодневного точнее даже время еще только 5 часов вечера но так активно было потому что туда было шесть километров на велосипеде в одну сторону шесть километров обратно еще там нагулялся километра два-три на рапешочке прошелся и какая ситуация пришел сюда здесь у меня на бреватной парковке был автодом поэтому все нормально кошелек у меня сумка моя здесь деньгами так что без проблем все было вот но какая ситуация как я заметил то уже проехал почти там весь путь уже в городе я сел в кафешке думаю сейчас вайфайчик загружу проверю только разделся посмотрел а сумки твоей нету где у меня финансы а мне уже парень я уж кофе заказал парень уже кофе сделал я говорю сори сори не нужно подождите я говорю ничего нету самой мани нету он говорит ничего страшного говорит сейчас сходишь там потом принесешь я думаю ну шесть километров туда шесть обратно за полтора евро конечно я не поеду в общем отказался поэтому друзья сегодня я гулял по мемпелье бомжом без денег без всего никуда не присесть ничего не сделать потому что ничего с собой нету поэтому накатался нагулялся но все нормально так бывает видите нельзя невозможно все помнить постоянно что там здесь там одно другое очень я впечатлился городом мемпелье просто сказочный город я чуть не ожидал даже такой центр я вообще у меня никогда на слуху не было тут мне когда оказался он такой вообще очень красивый современный просто там столько молодежи гуляет просто вообще сказочный город но вы сами видели на видео и вот друзья хочу показать с моим интересным участком дороге сейчас едем с одной стороны вода получается вот здесь здесь вода там вода получается справа море слева такой залив большой люблю по таким дорогам ездить а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok